Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава Богу! Всегда приятно собраться с народом Божьим во имя Господа, потому что мы знаем, что Он посреди нас. Аминь. Слава Богу! Я приветствую всех вас, друзья, кто приехал сюда на это место, на эту назидательную молодежную конференцию, посвященную теме благовестия, теме той великой заповеди, которую мы имеем от Господа Иисуса Христа, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие. Слава Богу! Меня зовут Алексей Атачук, я пастор церкви, и я сегодня буду вести программу этой конференции. По всем вопросам, связанным с программой, вы можете ко мне обращаться. Если у вас есть сольное пение, и вы хотели бы послужить сегодня здесь, на этой конференции, вы тоже можете ко мне обращаться с этим вопросом. Конечно, у нас программа уже очень так утрамбована, укомплектована, но мы очень желаем, чтобы гости все получили возможность послужить, поэтому мы будем всячески стараться, чтобы дать вам такую возможность. Также у меня есть информация относительно регистрации. Кто еще не зарегистрировался, обязательно сделайте это. Большая просьба организаторов, чтобы вы обязательно подошли туда, где столы регистрации, зарегистрировались, получили бейджик. Даже если у вас по каким-то причинам нет возможности оплатить регистрационный сбор, все равно подойдите туда и зарегистрируйтесь. Это очень важно. И сейчас у нас, знаете, есть люди в наших церквях, чье слово, чья молитва всегда очень весомые и важны для каждого из нас, потому что написано, что меньше благословляется больше. Аминь. И сейчас я приглашаю сюда на эту сцену для приветственного слова и молитвы старшего епископа по Центрально-Черноземному региону Бориса Николаевича Синебабовна. Слава Богу! Самое главное, самое дорогое, что есть на этой конференции, это то, что нам Господь знает. Слава Богу! Это самое великое. И вот это общение со Христом или общение во Христе Иисусе, оно нас соединяет и является самым главным благословением. И я верю, что каждый, кто прибыл на эту конференцию или еще приедет, каждый из вас приехал, чтобы иметь Божье Слово. Все Божьи благословения, все абсолютно дарования Божьи, они заключены в Слове, в Слове Бога. И все эти обетования, они принимаются слышанием Слова Бога, именно нашей веры. Бог хочет достигнуть каждого человека в послушании, в послушании Слова Божьему. И наше благословение во все дни нашей жизни, это зависит от Слова нашего Бога. И поэтому каждая конференция, каждая общение, которое мы имеем во Христе Иисусе, оно направлено на то, чтобы там было Слово, Слово от Бога, и чтобы это Слово принималось нами. Слава Богу, что у нас есть это время, время благоприятное для слышания Слова Божьего. Я хотел бы напомнить одно местописание и немножко сказать о нем. Это пророк Иеремия, 29 глава, 10 и последующие стихи. И вот так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе Слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, «Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами». Слава Богу. Вы знаете, к какому народу Бог обратил это Слово? Бог говорит, за ваш грех я вас выселил из Иерусалима. И это люди, которые находятся в Вавилоне, в плену. И Бог обращает к ним эти слова. Бог говорит, вы свои будущности не знаете. Я знаю вашу будущность. Вы верите, молодежь? Братья и сестры, верите, что Бог знает наш завтрашний день? И знает, что будет через 70 лет? Мы даже не представляем, что может быть. Но Бог говорит, я знаю мое намерение о вас. И это намерение во благо. Это намерение в благословение. И очень много сегодня зависит от того, как мы примем это Слово. Дальше в этом тексте говорится, что есть пророки, которые говорят, через два года придет свобода. Но Бог говорит, что через 70 лет. И люди должны быть готовы. Знаете, что за 70 лет что может произойти? Нас, может быть, нас может быть и не будет на этой земле. И многие, кто слышали, они так понимали, 70 лет. Представьте себе, ну было им там 20, 30 лет, 40. И они понимали, что только через 70 лет придет свобода, придет то благословение. Но вы знаете, как они приняли это Слово? Они приняли его, потому что они заботились о будущности. О своих детях, о внуках. Они желали, чтобы вот то благословение, которое дает Бог, приняло их потомство. И они готовы были эти 70 лет находиться там в пленении. Ради того, чтобы вот то Слово, которое Бог сказал, оно пришло благословением для их детей, для их внуков. Это благословение говорило о том, что Бог говорит, я вас возьму и переселю в Иерусалим. Вы будете в Иерусалим. Бог стоит за этим Словом. Вы знаете, братья и сестры, я помню, мне было 16 лет, и мне Бог проговорил о том, что Он призывает меня к служению. А мне было абсолютно непонятно. О каком служении я мог думать? Но Бог говорил, я знаю намерение мое о тебе. Ты его не знаешь, а я знаю. И проходят годы, и Бог ставит служение. Я знаю, многие из вас призваны для того, чтобы служить Богу. Я думаю, что самый первый этап своего посвящения, это именно благовестие на том уровне, на котором вы находитесь. Мне так приятно было услышать, мне жена рассказывает, она гуляет с моей дочкой 5 лет, и там мальчик вместе с ними гуляет. И она обращается к этому мальчику и говорит, а ты любишь Бога? Он говорит, да, люблю. А в него надо еще верить. А тот не понимает, как верить. Знаете, братья и сестры, детское проповедь, детское свидетельство, оно дает свое, знаете, вот это семя. И мы сегодня в том положении находимся, когда нам необходимо возвещать. Мы понимаем, что мы несовершенны в своей проповеди, в своем свидетельстве. Но когда мы в ревности говорим это, вот это слово, оно является благословением для людей. От этого слова люди спасаются. Люди познают Бога. И очень хотелось бы, чтобы на этой конференции мы поверили в будущность, которую Бог определил для нас. И для которой мы готовы сегодня посвящать себя в служении Богу. Да благословит всех нас Господь на этой конференции. Конференции, пусть наши уши, наше сердце будет открыто к пониманию слова от Бога. И оно принесет плод в нашей жизни. И этот плод будет приятен нам. Давайте встанем для молитвы.